Всем привет! Вы на канале Кролик Баффи. И сегодня я буду играть в Роблокс. Если вам понравится видео, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Приятного просмотра! Мы будем играть в необычном режиме. Выживание в случае стихийных бедствий. Предупреждение о катастрофе. Землетрясение. Выйдите на улицу и держитесь подальше от высоких сооружений. Ага, понятно. Нам надо пережить катастрофу. Как видите, игроки сейчас пытаются пережить землетрясение. Пока на этой карте я пережила одну катастрофу. Не знаю, сколько еще катаклизмов я смогу пережить, но надеюсь как можно больше. Дожидаемся следующей катастрофы. Вы только посмотрите, насколько сильно разрушается то здание. Очень сильное землетрясение. А еще я могу отдалять карту на большое расстояние и затем так же сильно его приближать. Выжило только 5 игроков в предыдущем раунде. Ну что ж, ожидаем нашу катастрофу. Следующая карта. Запустить землю. Ой, так меня уже вытолкнули. Я осталась тут одна, а все игроки дождались новой катастрофы. Неприятно, конечно. Но ничего страшного. В следующий раз я уже буду на чеку. Ух ты, ребята. Мы с вами видим, как запускается ракета. Ой, ой, как громко она запускается. А что будет происходить? Может взрыв? Предупреждение о катастрофе. Огонь. Держи дистанцию от огня. Так, это очень легкая катастрофа. Я бы точно на ней выжила. Как видите, выживших очень много. Интересно, какая будет у меня? Следующая карта. Аркапарк. Очень интересно. Ну вот мы переместились и сразу же один игрок умер. И еще один. Ой, что-то приближается. Какая-то огромная туча. Ну да, как будто песчаная буря. Это правильно, что мы спрятались в здании. Тут меньше всего песка. Да и препятствия для вещей есть. Предупреждение. Песчаная буря. Уклоняйтесь от летающих объектов. Еще я знаю, что если ты попал в такую бурю, то надо обязательно чем-нибудь прикрыть глаза и нос. Так как песок очень быстро забивается. Ого, как быстро здание разносится. Все думаю, что оно выстоит. Какой сильный ветер. А-а-а, я очень плохо все вижу. Да еще везде и аж нотки летают. Ой, как много жизней у нас сняло. Сказала бы я, но к сожалению меня убило. Вроде она казалась легкой, но я умерла. Да, совсем немного времени мне нужно было продержаться, чтобы пройти эту катастрофу. Выживших в этой карте много. Ожидаем следующего бедствия. Карта называется Радужная поездка. Нас сразу же телепортировала на эту карту. Все забираются на колесо обозрения, поэтому мы тоже заберемся на него. Ну а я залезла на перекладину. Надеюсь, тут будет безопасно. Интересно, что же будет на этой карте? Может быть ураган? Ну, главное тут не раскачиваться, а стоять прямо. Предупреждение, огонь! Держи дистанцию от огня. Опа, ну получается зря, что мы сюда залезли. Я уже вижу, как там начинает гореть, так что нам надо срочно спускаться вниз. Скоро вся эта карусель начнет гореть и плавится очень быстро. Отлично, мы спустились и хорошо, что без какого-либо урона. Ой, ой, тут еще и части от колеса обозрения пролетают мимо. Главное, чтобы нас не задело. Выглядит достаточно страшно на самом деле. Ну вот, мы почти пережили эту катастрофу. Да, мы справились, ура! Вы только посмотрите, какая тут была красивая карусель и что от нее осталось. Да, огонь это страшно. Переходим к следующей катастрофе. Мы переносимся на карту Солнечное ранчо. Думаю, будет интересно. К ферме уже надвигается огромная туча. Может это будет песчаная буря? О, игрок катается на тракторе. Я тоже хочу. Да, это песчаная буря. Тут мы оставаться не будем, нам нужно куда-то спрятаться. Тем более, тут один игрок пытается задавить других игроков трактором. Видимость очень плохая. И сейчас нажмет разрушаться постройка. Точно, уже две высокие башни разрушились. Хорошо, уже тоже отлетело. Пока что ветер дует и не в нашу сторону, поэтому нас не должно задеть. Но разрушается все, конечно, красиво. Огромные куски здания все еще остаются в небе. О, супер, мы спокойно пережили данную катастрофу. Посмотрите, всю карту сдуло. Там ничего не осталось. Просто зеленый пустырь. Ждем следующую катастрофу. Карта называется Счастливый дом. Видим тут симпатичный домик. О нет, опять на нас надвигается огромная туча. Ой, ой, появился какой-то туман. Хм, и что же это? Метель, ищи тепло и найди укрытие. Забегаем в домик. Думаю, надо находиться там, где углы. Ой, а у нас и жизни стало намного меньше. Получается, надо в первую очередь укрываться от ветра. Надеюсь, дом выстоит. Тем временем дом начинает разрушаться. Что не очень хорошо. Мы стоим в уху с еще одним игроком. Ого, нас сбил игрок. Я тебя запомнила. Хоть и игрок нас сбил, но мы все равно выжили. Следующая карта Скромный штаб. Ого, такая карта мне нравится. О нет, нас опять накрывает туча. Возможно, это ураган. Внезапный потоп. Ищите высокую и стабильную землю. Я думаю, надо забраться как можно выше. Мы уже практически на самой высокой точке. То есть потоп грозит только тем, кто забирается очень медленно. Опачки. А нас там начинает трясти. Мы не удержались и полетели вниз. Я думаю, что тут никто не выжил. Выживших нет. Здание просто рухнуло и ни у кого из нас не было шансов. Следующая карта называется Прибрежная остановка. Да что же здесь нас ждет? Ага, начинают отлетать покрышки. Пока что какой-то туман. Предупреждение. Митя, ищи тепло и найди укрытие. Мы стоим в самом углу. Тогда нас ветер не добирается. Уверена, в этой катастрофе мы выживем. О нет, съехал блок и провалилась немного подставка. Пока что нас заметает не сильно. А если мы переместимся вниз, то будет намного лучше. Стоим в углу, как будто нас кто-то наказал. Да, выживших на этой карте очень много. И карта практически не разрушена. Следующая карта Маниакальный особняк. А карта красивая. У нас такой симпатичный особняк с бассейном. И что же нас тут ждет? Предупреждение. Кислотный дождь. Оставайтесь в помещении. Ого, очень необычно. Быстренько забегаем в дом. Уже некоторых частей дома нету. Я думаю, самое безопасное место в этом доме это внутри дома. Пока кислота прожжет крышу, до сюда ничего не должно дойти. До первого этажа кислота не добралась. А нет, значит на втором этаже все уже намного хуже. Потихоньку кислота все разъедает. Ребята, чтобы пройти эту карту, оставайтесь внутри дома. Эта карта была очень легкой. И как видите, выжили абсолютно все игроки. Следующая карта называется Безопасность во-вторых. Ага, значит это какая-то стройка. Тут и техника разная есть. О, смотрите, я нашла хорошее место. Все тут выбрали себе транспорт и на нем разъезжают. Если это будет потоп, то это плохо. Так как взобраться куда-то будет очень трудно. Предупреждение. Смертельный вирус. Избегайте долпы. Ух ты, а это интересненько. А почему мы стали передвигаться медленнее? Ой, ой, там есть какие-то непонятные фиолетовые капли. Игроки начинают потихоньку чихать и начинают заболевать. Опаски, кто-то разбился. Главное оставаться на периферии и ни с кем не контактировать. Отлично, эту катастрофу мы прошли. Переходим к следующей карте. Она называется Небесная башня. Я очень хочу, чтобы нам попалась торнадо. Ой, я слышу звуки метели. Пока что можно еще наслаждаться чистым голубым небом. А-а-а, мы упали. Ай, ай, как больно. Предупреждение. Торнадо. Держитесь подальше от его пути. Ура, я ведь так и хотела, чтобы было торнадо. А, мы прямо в самом центре этого торнадо находимся. У нас уже оторвана нога. Ого, у нас нет части головы, нету части красивого скина, но мы все еще можем ходить. Скорее всего игроков погибло немало, но мы выжили. Вот и теперь передвигаемся на одной ноге. Да, действительно, тут выжило только пять игроков. Ой, ой, торнадо забрало наш красивый скин. Я оставила ни одной волосинки. Теперь мы сами на себя не похожи. Следующая карта называется Скромный штаб. Мы уже были на этой карте. На всякий случай заходим в здание и останавливаемся на лестнице. Мне кажется, приближается потоп, так как уровень воды повышается. Предупреждение. Метеоритный дождь. Наблюдайте за небом и найдите укрытие. Ого, смотрите, как падают метеориты. Тут и большие метеориты, и поменьше, и совсем маленькие падают. Это очень опасно. По зданию так много метеоритов выпадает. Но выглядит все так эпично. Мы уже столько катастроф пережили, значит мы хорошо играем. Да, мы выжили. И мы также получили два значка. Один за выживание пять раз подряд, и второй за выживание на десяти картах. Сейчас перемещаемся на карту радужная поездка. Здесь мы уже играли, и тогда надо было держаться подальше от огня. Предупреждение. Цунами. Поднимитесь на возвышенность. Классно. Сурочно запрыгиваем в кабину. Посмотрите, как поднимается волна. Надо постараться спрыгнуть к тому игроку. Ай, все колесо упало. И меня вместе с ним. К сожалению, эту катастрофу нам не удалось пережить. Мне очень понравилась эта карта. Такой катастрофы у нас еще не было. Как видите, там даже еще осталось три игрока. Этот режим в Роблоксе мне очень понравился. Выживание в различных бедствиях оказалось настоящим квестом. На каких-то картах было легко, а на некоторых сложно. Больше всего мне понравилось выживать в таких катастрофах, как Торнадо и Цунами. Ребята, напишите в комментариях, а какие катастрофы понравились вам. Если вам понравилось это видео, то не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Ну а у меня на сегодня все. Всем пока и до скорых встреч. А вы уже смотрели это видео? Мне кажется нет. Скорее нажимай. А, уже смотрели? Тогда жми сюда и выбирай другое. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok